Всем привет! Все знают, что для передачи сигнала с любого устройства на экран, будь то монитор или телевизор, нужны камеры. В этом видео я расскажу о самых популярных интерфейсах подключения и подробно расскажу об их плюсах и минусах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь Первый и самый старый – это VGA – DSAP. VGA – один из самых популярных разъемов за всю историю цифровой техники. Этот стандарт используется в электронных устройствах, которые появились в продаже еще 30 лет назад. Пусть этот разъем и не может называться прогрессивным, но его все еще легко встретить в разных мониторах, видеокартах и других электронных приборах. DSAP – это название семейства разъемов, содержащие два или более параллельных рядов контактов и гнезд. Обычно окруженных металлическим экраном в форме латинской D. Отсюда и их название. А разъем, который мы знаем как интерфейс подключения VGA – это лишь один из типов разъема DSAP, а именно DE15, который имеет 15 штырьков, размещенных в 3 ряда на экране типа размера E. Сегодня VGA уже не считается самым распространенным разъемом для техники, но за годы своего существования такой стандарт получил разные приборы. К примеру, этот интерфейс присутствует в определенных моделях жидкокристаллических и плазменных телевизоров. Его часто устанавливали и в DVD-проигрывателях. Но особенно часто VGA-разъем встречается в мониторах с электронными лучевыми трубками. Практически все LTE-мониторы оснащались именно таким интерфейсом для подключения к источникам сигнала. Даже в ранних моделях ЖК-дисплеев есть этот стандарт, но он постепенно заменен на DVI и HDMI. Плюсы и минусы VGA-интерфейса Большое количество выпущенных за 30 лет устройств. Большой выбор разнообразных переходников. Идеальный вариант для LTE-мониторов и передачи аналогового сигнала. Единственный аналоговый интерфейс, который может передавать видео в высоком разрешении. Недостатки разъема. Нет возможности одновременной передачи видео и аудиосигнала. Производится передача только видео. Официально заявлено максимальное разрешение 1280х1024. При выводе картинки на Full HD-дисплее возможны проблемы. При использовании некачественного кабеля появляются помехи. Не подходит для подключения цифровых устройств. Теперь поговорим о популярном разъеме, известном как DVI-выход. Разъем DE15 VGA еще в 1999 году начали постепенно заменять его цифровым эквивалентом DVI – Digital Visual Interface. DVI предназначался для качественной передачи изображения, видео на разные приборы цифрового типа. Как правило, это проекторы, мониторы и телевизоры. Виды DVI-выходов. Пользователь может иметь дело с несколькими видами выходов DVI. Среди них DVI-A. A – аналог. Аналоговый. Только аналоговая передача. DVI-I. I – integrated. Совмещенный. Аналоговая и цифровая передача. Цифровая передача может работать в двойном режиме. DVI-D. D – digital. Цифровой. Только цифровая передача, одинарный или двойной режим. Совместимость. Видеокарты только с аналоговым DVI-A разъемом не поддерживают мониторы, соответствующие цифровому стандарту DVI-D. Поскольку монитор не имеет аналогового канала связи, а в кабеле нет цифрового, то получить изображение, пусть даже через переходник, не получится. Такая ситуация сравнима с подключением современного телевизора к разъему VGA – старого компьютера. Для преобразования аналогового сигнала DVI-A в цифровой формат DVI-D можно использовать специальные конвертеры. Видеокарту с DVI-A разъемом можно подключить к DVI-D монитору – кабелю с двумя коннекторами DVI-D. И наоборот, монитор с поддержкой DVI-A будет получать сигнал по DVI-D кабелям. Из интерфейсов DVI-A и DVI-A возможен переход на VGA с использованием пассивного переходника. На современных видеокартах с разъемом DVI-D использование таких пассивных переходников невозможно. На очереди у нас HDMI. HDMI является стандартом передачи видео и аудио сигналов высокого качества между устройствами, такими как телевизоры, мониторы, проекторы, компьютеры, ноутбуки, консоли для игр и многое другое. Разъем HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное отличие между HDMI и DVI состоит в том, что разъем HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудио сигналов. HDMI заменил аналоговые стандарты подключения, такие как SCART, VGA, RCA, SV. Типы HDMI кабелей. Существует несколько типов кабелей HDMI, которые используются для подключения устройств к телевизорам, мониторам и другим. Вот несколько основных типов HDMI. HDMI тип A. Это самый распространенный тип кабеля HDMI. Он имеет 19 контактов и используется для подключения многих устройств, таких как телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры и т.д. HDMI типа B. Этот тип кабеля HDMI имеет 29 контактов и используется для высокого разрешения и многоканального звука. Он менее распространен в сравнении с HDMI типа A и обычно применяется в профессиональных аудио-видео системах. HDMI типа C. Также известный как mini-HDMI. Этот тип кабеля HDMI имеет меньший размер, чем HDMI типа A и используется для подключения устройств, имеющих небольшой размер, например, фотокамеры, смартфоны или планшеты. HDMI типа D. Также известный как micro-HDMI. Это еще меньший размер кабеля HDMI, который используется главным образом для подключения смартфонов, планшетов и некоторых фотокамер к другим видеоустройствам. Кроме того, существует еще HDMI кабель стандарта HDMI 2.1, который поддерживает более высокую пропускную способность и может передавать сигналы высокого разрешения, включая 4K и 8K видео. Звуковые форматы Dolby Atmos, DTS-X, HDR, High Dynamic Range и т.д. Важно учитывать, что совместимость между разными типами HDMI кабелей может варьироваться и для оптимальной работы. Совместимость типов HDMI. Различные типы кабелей HDMI могут быть совместимы и могут подключаться с помощью адаптеров или переходников. Например, если у вас есть устройство HDMI типа C, Mini HDMI и хотите подключить его к телевизору HDMI типа A, то вы можете использовать адаптер или кабель-переходник HDMI типа C на HDMI типа A. Также для подключения устройства HDMI типа D, Micro HDMI к телевизору HDMI типа A также можно использовать адаптер или переходник соответствующего типа. Однако следует обратить внимание, что при использовании адаптеров или переходников могут возникнуть ограничения по функциям, разрешению или поддержке определенных функций, которые могут быть доступны только на оригинальных HDMI кабелях. Поэтому рекомендуется использовать непосредственно совместимые кабели HDMI того типа, который поддерживается вашими устройствами для получения наилучшего качества изображения и звука. Совместимость HDMI с другими выходами и переходники к ним Все версии HDMI совместимы с интерфейсом DVI через адаптер, но через DVI соединение проходит только видео, без аудио. Преимущества и недостатки HDMI интерфейса Плюсы Возможность передавать аудио и видео сигналы по одному кабелю Удобство и простота использования Возможность подключения разных устройств между собой Высокая пропускная способность Минусов у этого интерфейса практически нет. Но важно помнить о необходимости учитывать длину и толщину кабеля, в противном случае можно столкнуться с препятствием. Поэтому для получения лучшего результата стоит принять этот момент во внимание. На качество сигнала влияет как длина кабеля, так и его качество. При большой длине кабеля в нем должно быть большее сечение с применением медных проводников. Также следует помнить, что более длинный кабель должен иметь больший диаметр. Так, при длине кабеля 10 метров его толщина равна 8 мм. А при 15 и 20 метрах 9 и 10 мм соответственно. Сигнал может передаваться без потерь при соблюдении данных моментов и улучшенной изоляции. DisplayPort – это один из самых современных интерфейсов, разработанный для высококачественного подключения видео и аудио устройств. Чаще всего этот интерфейс используется для подключения компьютерной техники к домашним кинотеатрам и разным дисплеям. С его помощью можно перерывать цифровое содержимое из своего источника на устройства сторонних производителей в разрешении до 8К. Сейчас DisplayPort часто требуется для подключения пока к современному монитору. Таким образом, компьютер подключается к системе домашнего кинотеатра. Кроме того, с помощью этого интерфейса можно подключать разные устройства и звуковые системы. Кроме графического содержимого, аудиосигналы можно также отправлять на устройства сторонних производителей. Виды DisplayPort. В DisplayPort существует двух видов. Стандартный, полноразмерный DisplayPort – это интерфейс, который часто используется в персональных компьютерах, телевизорах и ноутбуках. Mini DisplayPort – мини-DP. Миниатюрная версия этого интерфейса. Такой стандарт может встречаться в портативных аппаратах, планшетах, ноутбуках и т.п. По своим характеристикам не уступает полноразмерному типу. Достоинства и недостатки. DisplayPort имеет следующие преимущества. Простая и надежная фиксация разъемов. Очень низкий уровень электромагнитных помех. Используется надежное шифрование данных. Гибкое распределение доступной полосы между аудио и видео. Поддержка дисплеев с максимально возможным расширением. Возможность передачи сигнала одновременно на несколько мониторов. Высокоскоростной вспомогательный канал. Минусы DisplayPort. При очень высоких разрешениях и больших частотах обновления DisplayPort имеет короткую максимальную длину кабеля по сравнению с HDMI. Пока еще небольшая база поддерживаемых устройств. Совместимость DisplayPort с другими интерфейсами. Как и другие, DisplayPort может быть совместим с другими интерфейсами посредством адаптеров или переходников. HDMI. Есть адаптеры или кабели-переходники, которые позволяют подключать устройства с DisplayPort к устройствам с HDMI интерфейсом. Это особенно полезно, когда вы хотите подключить компьютер или ноутбук с DisplayPort выходом к телевизору или монитору с HDMI выходом. DVI. Также есть адаптеры или переходники для подключения устройств с DisplayPort к мониторам или проекторам с DVI интерфейсом. Это удобно, когда у вас старший монитор или проектор с DVI портом и вы хотите подключить к нему устройство с DisplayPort выходом. VGA. Хотя DisplayPort не является совместимым с VGA интерфейсом, существуют адаптеры или переходники, позволяющие подключать устройства с DisplayPort, монитором или проектором с VGA портом. Но учтите, что для передачи аналогового VGA сигнала требуется конвертер, поскольку DisplayPort передает цифровой сигнал. USB Type-C. А USB Type-C не говорит только ленивый. И мы тоже решили не отставать. Производители называют его новым стандартом подключения и передачи данных. Давайте попробуем выяснить, так ли это. USB Type-C является современным и универсальным стандартом подключения, который имеет много особенностей, среди которых обратная совместимость. USB Type-C поддерживает обратную совместимость, что означает, что можно использовать адаптеры или переходники для подключения к различным типам устройств, таких как USB-A, HDMI, DisplayPort, VGA и другие. Это делает USB Type-C универсальным и удобным для подключения к различным устройствам. Есть переходники с USB Type-C на все остальные известные интерфейсы подключения. Есть даже целые USB Type-C хабы, с помощью которых можно подключить к компьютеру устройства с любым современным интерфейсом, даже сетевым. USB Type-C поддерживает высокую скорость передачи данных, позволяя быстро перемещать файлы между устройствами. Кроме того, USB Type-C может использоваться для зарядки устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие устройства, что позволяет упростить процесс зарядки использования одного кабеля для нескольких устройств. USB Type-C поддерживает большую мощность зарядки, что позволяет быстро заряжать поддерживаемые устройства. Это особенно полезно для ноутбуков и других мощных устройств, требующих большой мощности для зарядки и выполнения различных задач. USB Type-C может поддерживать различные протоколы передачи данных и сигналов, например, Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, Audio и другие. Это позволяет использовать USB Type-C для подключения к разным устройствам и передавать как видео, так и аудиосигналы или данные. Если сильно не углубляться в техническую часть вопроса, а рассмотреть данный тип интерфейса с точки зрения обычного пользователя, то USB Type-C является настоящим прорывом среди интерфейсов подключения. Но его преимущества мы ощутим лишь немного позже, когда он приобретет нужную распространенность на используемых устройствах. Совместимость VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Type-C между собой. Если ваш компьютер или ноутбук имеет только разъем VGA, то самым простым вариантом будет подключить его к телевизору или монитору, который также имеет этот разъем. В противном случае вам понадобятся конвертеры с VGA на DVI или HDMI разъемы. Важно знать, что конвертеры работают только в одну сторону. То есть они конвертируют либо из VGA на DVI или HDMI. Или наоборот. Если ваш компьютер или ноутбук имеет разъем DVI, что в наше время случается очень редко, то стоит обратить внимание, какой именно тип DVI на вашем девайсе. DVI-A, DVI-D или DVI-I. Выбирать переходник или конвертер нужно глядя на тип вашего разъема. То есть если мы говорим о DVI-A, то он совместим только с аналоговыми интерфейсами. А это только VGA. DVI-D, DVI-I возможно через переходник подключить к HDMI. Такие переходники встречаются довольно часто. А вот если в устройстве разъем HDMI, то вы можете подключить его напрямую с HDMI на HDMI. Или с переходником или конвертером ко всем другим типам подключения. Этот вариант, пожалуй, самый простой. Потому что переходников или конвертеров для HDMI достаточно много. Теоретически это касается и DisplayPort. Но в связи с меньшей распространенностью данного интерфейса с переходниками будет сложнее. Что касается USB Type-C, то через хаб к нему можно без проблем подключить любой другой интерфейс. Итак, сегодня мы с вами узнали виды подключения и типы видеоразъемов, а также способы совместимости этих типов. Перечислили преимущества и недостатки старых и современных разъемов. Надеюсь, что это видео было полезно для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Headman Software. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok